Наличие сформулированного бренда, оно, конечно, влияет на инвестиционную привлекательность. То есть, если условно сильные стороны края объяснены понятным, доходчивым, убедительным языком, конечно, на них откликнется большее количество инвесторов потенциально. Ну, это логично как бы, да? Это касается не только бренда края, это вообще любых брендов касается. Чем яснее убедительные сообщения про продукт, тем больше людей захочет им воспользоваться. Вот и все. Да, возможно, бренд не сформулирован. То есть, я не считаю, что прямо его нет. То есть, все равно ощущения в голове от алтайского края у многих, я думаю, есть. То есть, в том числе вот про пищевую, точно можно сказать, промышленность, что бренд Алтай на сыре в Москве котируется сейчас. Вот, возможно, этого недостаточно в других сферах. Отсутствие бренда ведет с собой малое количество инвесторов. Малое количество рабочих нет. И просто малые зарплаты. Танил Андреевич, расскажите, пожалуйста, какой может быть бренд по алтайскому краю? Ну, просто на это вопрос ответить сложно. Какой может быть бренд? Скорее всего, это какая-то рамочная история, потому что у края нет ярко выраженных каких-то отличительных особенностей. То есть, условно говоря, мы не добываем нефть, мы не добываем уголь. Вот, скорее всего, что будет крутиться вокруг сильных сторон края, это пищевая промышленность, это туристический потенциал. В принципе, мы уже попытались показать, каким может быть бренд. Мы работали над созданием туристического ролика про алтайский край. И мы такую небольшую одну штуку там показали, а это где. То есть, а это где Алтай, это где Алтайский край, это там, где лебеди зимуют, это там, где вот это. То есть, вот, можете на примере этого примерно представить, каким может быть полный бренд края. Какие работы ведутся по брендированию края, мне неизвестно сейчас, на самом деле. Может быть, они ведутся, а может быть, и нет. Я знаю, что в апреле в Белокурихе состоится такой креатон, то есть, это хакатон только на тему туризма, где заинтересованные лица смогут под эгидой нашего турцентра формировать какой-то по заданным брифам, формировать вот предложение по продвижению края. И победивший проект получит финансирование. Вот, можете считать, что это работа в том числе и по брендированию края, потому что это как минимум будет работа над брендом, продвижением туристической стороны. И это вот будет, мероприятие состоится точно. Что другое состоится, мне неизвестно. И когда это будет сделано. Когда у Барнолла появится свой бренд? Совсем недавно, собственно, я принимал участие в встрече с мэром Барнолла, с Вячеславом Генриховичем Франком. Как раз обсуждали сильные стороны города. Пытались видеть какую-то одну, но какая-то одна сторона все-таки не выделяется, потому что сторон сильных несколько. Вот, то есть, пока бренда тоже нет, но, возможно, бренд города появится раньше, чем бренд самого края. Это немножко разные вещи, все-таки город более локальный, а край, у края больше, я думаю, составляющей будет. Как раз обсуждали, что Барнолла это некий хаб перед большим путешествием, в том числе, что развитый общий ПИЗ, безусловно, сильная сторона, несколько очень крутых мест, множество ресторанов, где можно покушать. Жилье дешевое, проезд дешевый, то есть, можно не тратить полтора часа на дорогу. То есть, в принципе, место для жизни довольно комфортное, и в плане даже погоды, и в плане финансовой составляющей, то есть, ну, вот такие стороны выделили.